Субтитры делал DimaTorzok Друзья, всем привет! У нас начинается утро. И оно начинается с чего? Правильно. С прекрасного, вкусного завтрака. Ютослав, что у нас? Я так смотрю, вот этот у нас... Ну, это вот у нас тут первое, второе и третье. Это я не знаю, кто мне подсунул. Ладно, на самом деле, что у нас здесь? Пюрешечка с грибным соусом, значит, брокколи, ну, овощи на пару. Полезная штучка очень. Курочка, конечно, вообще самый сок. Также у нас здесь салатик, черри. Вообще, я люблю черри, не знаю почему, просто нравится. Огурчиков немножечко. Что еще? Ну, и, конечно, вот на десерте здесь пара приколюшечек по советам славы. Вот эти вот, не знаю, мини-сникерсы какие-то. Какая-то вот новая штука, не пробовал еще ее никогда. Первый раз вижу, не знаю, как это даже описать. Как будто куриные лапки в карамели. Похоже, вот. Пара макарунчиков. Ну, я уже на опыте, обычно я брал больше. Но в этот раз я решил взять идеально, да, идеально. Думаю, идеально прям подобрал количество еды себе. Так что вот, не знаю, это похоже на халву или что-то, вот не помню, как это называется. Но, по-любому, он такой ел, попробую еще раз. Кординочка, да, такая тоже с чем-то вкусным. Вот. Ну, в общем, стандартный набор. Сейчас буду наслаждаться едой. Ну, Руслана, у нас есть что? У нас более правильно питание, правильно? Так, смотри, рис. Это butter chicken. Smoked butter chicken. Очень вкусно. Индийский есть сегодня в дню. Овощи, конечно. Салатики. Сладкое ты не ешь вообще. Ем, конечно. Но не сегодня. Все. Сейчас мы покушаем. Отправляемся в practice после этого. Парни будут тренироваться, готовятся к матчу. Семь играю против Azuray. Поспрашиваем ребят, как подготовка прошла. Ну и все в этом роде. Еще паблики, да, будут сегодня? Ну вот, конечно. Паблики. Все подряд. Все. Так, друзья, мы вернулись в practice. У нас сегодня по расписанию игра в 7 вечера. Это Денис. На сегодня не повис. Денис, это настроение. Ты проснулся, улыбнулся, все у тебя хорошо. Ты покушал только что. Рассказывай. Топ-3 еды твои. Топ-3 блюда. Ел я сейчас картошку жареную. Йоу. Мэн. Сом-чикинус. Чикинус. Окей. И... А, маленький помидор. А, маленький помидор. Нет, нет, томаты. Томаты. Черри помидор. Черри томаты. Так. А, это все. Ага. Дринк сам. Глаз в воду. Воду. Ага, понял. Давайте топ-3 блюда твои. Честно, бьернист. Можно на русском месяц, что бы, на ЛСФ, не зрители. Да, все. I'm sorry, I'm sorry. Ладно, топ-3 еды. Честно, не особо прям что-то люблю, но если выбирать, чисто, да. Ну, пире с котлетами классика. Для меня. Умей. Ага. Да, блин, на самом деле мне нравится хачапури. Ого. Это вот, действительно, я вот ел, там, и мне нравится. Третье, третье сложно выбрать, но пусть это будет какой-нибудь суп. Куриный. Кстати, куриный, вот, классика, он такой легенький и вот чисто заполняет животик. Ну, все. Пошел, пошел. Заводит паблик. Все, ребята играют паблики. Ребята играют паблики, играют праки. Радик у нас смотрит игру. Батлум наунс. Первый выиграли паблик, как мы видим. Что вы думаете насчет второй карты? Наши выиграют. Наши-то кто? А вот кто выиграет, те и будут нашими. Я помню, Рад на Инте сказал, что если он назовет, кто выиграет, тебя сильно проиграют. Так-то там все четко было. Так не сработало, да? Там просто смонтировали плохо. Я сказал, что кто выиграет, что баба выигрывает. Да, да. Да, это была вторая карта, и они ту вторую карту выиграли. А там показали так, как будто я сказал про серию. И вот. Но все равно круто получилось. Анализ здесь. Пикан Сперников. А нет, я только включил. В принципе, мне кажется, у наунс хорошие шансы победить. Хотя бы потому, что они не проигрывают. Игра в нуле. Ну, значит, все у них держит. Алле такого посильнее будет. Мне кажется, у ББ нет. Ну, я вообще не уверен. В совокупности, мне нравится у наунс. Есть чем играть. Хотя, Нага ни одной игры не проиграла на турнире. Вот так вот. У нее 100% винрейт, реально? Ну, там 5 игр. Играем мы сегодня против Азурэй, как ты знаешь. Вы еще не готовились, да? Не разбирали игры? На самом деле, надо более как-то стабильно, адекватно задрафтить, чтобы было попроще играть. И, наверное, чуть-чуть комфорта не даст Азурам из-за того, чем они играют. Они, конечно, могут удивить, но... В общем, даже равные пики, мне кажется, мы вроде как должны у них выиграть даже при равных пиках. Главное особо не обосраться. Вроде все будет нормально. А ты вообще нашими драфтами доволен сейчас на этом турнире? Или есть на чем работать? Я особо. Я бы не сказал, что они плохие. Они просто не сказали, что, наверное, лучше, чем у оппонентов. Хотя вот мы две карты проиграли. Мне кажется, что обе карты можно было выиграть, но ощущение, что прям у нас супернадежный драфт относительно оппонентов я не могу. Как будто у нас там прям весомого преимущества не было по драфту. Можно было играть, выиграть. Там довольно сыграли где-то грязно. Ну, кнопки были нажаты не вовремя или что-то такое? Как мы видели. Смертей много там лишних. Теряли позицию. Ну, короче, мы работаем над собой все равно на турнире, поэтому... Да, че это рассказывать? Ладно, все, парни будут тренироваться. И после мы отправляемся на Веню. Будем повидеваться опять, настраиваться. Все как обычно. Следите за Team Spirit в нашем Тиграм-канале и узнавайте первыми во всех главных событиях в жизни команды. И не забудьте посмотреть закрепленный пост, там вас ждет приятный бонус. Все, двигаем на игру мы всей командой вышли. Готовы, настраиваемся. Мирослав, что ты слушаешь обычно перед матчем? Какую музыку? А, Мьюнинг. Как настраиваешься перед игрой? Или тебе ничего не надо? Менталити камень. Ганна сайдом висны. Вообще, я видел то, что в играх в пабликах постоянно какой-то фонг слушаешь, что-то такое. Бля, слушаешь что-то, что разъебывать прям будет. А почему перед игрой тебе это не нужно? Нет, потому что я разделяю паблики и официалки. Официалки не надо. И на КВМ музыку не слушать. Короче, неправильно. Потому что потом на официалках ты не сможешь слушать музыку. Что ты хочешь от него? А ты чего слушаешь перед матчами? Вообще слушаешь? Нет, фронто. А как настраиваешься перед игрой? Да никак, просто играю. Ярослав, пару слов перед матчем с Азурей. Важный матч. Можно выйти с первого места в группе до сих пор, да? Либо со второго, как будет приятно. Потому что ты экстрим часто выглядел, как ты знаешь, да? Им осталось играть только на Унс 2-0. Тогда они выйдут с первого. А что можно сказать про Азурей? Довольно сильный оппонент. Илюха в прошлом влоге сказал, что они выйдут из группы в топ-3. То есть разделяясь с нами. Что вы думаете? Думаю, что соперник хороший. Есть у них свои стратегии, идейки какие-то, наработки. Так что ожидаю интересный матч. Мы тоже, конечно, не пальцем деланные, как говорится. Будем бороться и показывать красивую игру. Ну, в общем, все как обычно. Мага сказал, что они любят драться. Прям часто. У нас тоже есть пару борцов. Просто так мы удары пропускать не собираемся. Все, парни отправляются играть. Сейчас подключим девайсы. И будут показывать мастер-класс, надеюсь. А я буду учиться. Они будут это делать, они будут это делать, парни. Парни, сладко застань. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, маженет. Я не могу его. Там Оля стоит. Ворфу еще есть. Что? Я пока вышел от Магнуса, парни. Под аркан руной. Парни будут ломать пазу. Арк, ломай пазу. Да, да. Прямо. 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 Да, я не знаю. Надо было, когда четырех убили, конечно, Рошана. Вот, хорошего надо убить. Да и в миде, там, типа, тоже не надо было этого не делать. Мы просто пошли, типа, ну... Когда Арка попытались убить, типа, Стером умерли? Да. Можно было убить. Рошана надо было убить тоже. Ну, типа, это, конечно, стоп. Я думал, типа, пойдут Рошана. Там Илюха хочет просто пойти за сваркой. У нас еще Илюха умирал в начале. Вот этот миди-драк. Мне кажется, когда прииграть, он мог просто скачаться и как будто... У нас начало вообще очень пиздатый было, но потом многовато как-то стали пилить. Да там еще этот Магнус ебаный в миде, когда меня Ильона чуть-чуть на меня подцепил. А мы вообще там не ожидали смог, да, ничего? Не, не, ну, они что-то смотрели, они под мидом немного. Что-то Магнус суетился там. Там свар просто показывал, чуть он зашел, видишь, что его видно. Он Night Pigeon продал. Да, может, еще... Бля, да ты сейчас такой импакт. Не знаю. А кого мы банили там во второй степени? А как он импактил? Там же просто, в общем, потому что он тебя подвозил под мины. Вот только Бл-5 он импактил. Да не, да мы могли подраться, если бы я эту драку не принимал в миде просто. Там, по сути, типа, убили двоих, ну похуй, заберу тавар. Я просто... Я думал, Сларка вообще нет в файте уже. Не, ну нормально приняли драку, развернули, одна вла оставили. Может, даже двух просто, потом взвязали, коммитились. Да, да. Это важно было. Да не, я говорю, если мне кажется, что у нас Antimac просто на темпе, да, из такого фрифармса и Егиса мы можем от этого играть, чтобы у нас Antimac просто попал врагу. Но Егиса не было, если бы у него была бабочка БФ и... Да, да. Да вот с этой драки все пошло, потом они еще половили дохуяки лов сделали. Да все равно игра слишком трудная. Не, понимаешь, у них просто посильнее. Даже игра затягивается на сумму демошку. Мари, Мега, можем, можем, можем добежать. Я иду. А мне, парни, петик. Сужей это. Это песс. Да пока окей. Парни, я буду в миде, я буду в миде. Можем драться тут. Тут еще ЛД прилетел. Парни, ЛД, можно? Смотрите. А вот Дэн, какой торгет? Давай тимбера. Давай тимбера. Давай тимбера ебет, парни. На тимбера. Я бегу тимбера. Он вылетел, он вылетел. Нормально. Нормально. Найс. Я похолпую. Помощь против Дэн. Все ок, все ок. Да, да, можем копать. Он вылетел. Так, этого привязал. Надо его еще раз привязать. Парни, я уже мид. Я бегу. Обновечь меня? А, у тебя нет. Да. Пошли. Парни мой. Сливовый. 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 Я засевил тебя. Я засевил тебя. Да, ты еще хилю. Декрепь мне. Давай, давай, декрепь мне. Да, да, да. Мне нужна помощь будет, парни. Смотрите. Удил тимбер. Парни, еще тимбер. Я убиваю. Тут тимбер, парни, в этом щиле. Еще Д я убиваю. Дай мне помочь. Смотри. Мира. Пока не могу, пока не могу. Блин, я просто зареконял на чайну. Так, блядь, принесли. Боже. КГ. КГ. Хорош. Закончилась серия 1-1. Не может быть. Такой, я сам в шоке. Вот ты обманываешь. Могло быть 2-0. Да, нет. Ну да. Спирит. 2-0. В каком-то веке. Спирит 1-1 is back. Встречайте. Спирит 1-1. А. Поспит. Нет. Да, надо. Нет. Да нет. На русском могу дать? На английском. Ладно, я пошел. Куда мне идти? Я буду переводчиком. Переводчик. Все. Вот переводчиком могу? У тебя впадал на английском говорит? Ну да. Опять там что-то выдумать, думать, вспоминать. Там на самом деле. Сложный вопросик. На самом деле для меня. Типа у меня basic level of English. Но под my English. Каноп. Ну что, друг? На второй карте показал мастер-класс на кипер-уз-лайте. На первой карте показал мастер-класс на драгу-найте. Но немножко не повезло. Ярик. Ты прошу линии поставили, и все. У меня здесь возможность идти и пушить. Типа как играть лучше. Просто, я думаю, Storm бы не дал такого импакта. Так что, он пошел? Давай, смотри. За первое, видно. Там еще времени. Знаю, я вообще не переживаю. Нет? Да еще, блин, встань. Это опыт. Даже лучше пика, как будто не было. На самом деле, мне кажется, 40 секунд было на 16-17. Так не должно быть. Потому что мы начали паниковать. Если мы просто сыграли чище, даже с таким драфтом можно было разъебать. Ну конечно, но пик был хуже. Да просто пик ДК был. В общем, чувствовалось, что он хуйня. Надо было брать аппарат. А он просто ни хуйни не делает в моменте. Блин, я не знаю. У нас просто... Получается так, что у нас типа... Ты тоже хуйня? У нас Марс, Беттик, Леон. И ДК без дамажа. У них были бы Беттрайпер, Мелко, Магнус. Ну что, заканчиваем этот прекраснейший день. Нормальный день. Нормальный день заканчиваем этот. Вместе с Мирославом. Что можно сказать по играм вообще? Что не получалось в первой игре? Почему так трудно? Почему так... Почему так не пошло? Больше драфт или больше повлияли действия на карте ваш? Наверное, больше драфт. На действии тоже. Я был на бете. Сыграл невлажно. Он такой, ребят, давайте лучше шаманчика. Буду связывать. Извините, мне нужно ехать. Сыграл невлажно. Нет, брат. Что? Залезай. Так вот, в первой, наверное, больше пик. Но мы еще сыграли, не то чтобы как роботы. Сыграли так, средненько. Дальше. Во второй игре уже был полный аут драфт. Полнейший. Человек взяли супер жадно. Хуйню, можно сказать. И мы их просто, ну, без шанса выиграли. Так и знали. И уже у нас был Сларк. Поэтому, ну, было вообще вот легко. А для чего не взяли Лондруидов, как ты думаешь? Типа, чтобы закрыть Сларка? Наверное. Он вроде не особо его закрывает. Против Марса, наверное, еще взяли. Просто как героя. На первой игре Ильюха собрал гарпун? Да. Антимага? Да. А для чего? Рвать паунс. Только ради этого? Да. Помогло? Нет. Было это сделано? Да, он его продал нахуй. Прямо в игре. Он его купил и продал, купил себе БКБ. Наверное, так лучше делать. БКБ тоже, Павел, взрывает. Каждое поражение – это опыт. Каждое поражение – это опыт? Да. Да, это бесценный опыт. Друзья, закончим этот день. Едем кушать. После. После, что будем делать? Мы будем тренироваться и спать. Ну, бассейн скоро не поплаваем, наверное. Потом спа. Ну, и потом сон, да. Часику 10. Врет. После игр мы пойдем тренироваться дальше. У нас сегодня еще по расписанию 7 пабликов, 4 брака. Мы никогда не спим. Правда? Да. Потому что сон – это кузина смерти. Да. Пока спишь, врать тренируется. Все правильно. Потом тоже спим. Тим спирит, пришли на ужин. Рубрика. Что ест Айрат. Поехали. То здесь дают, то я и ем, в принципе. Берем тарелочку. Нет, там так руками ешь, прям отсюда. Первый лоб у нас – картошка. Новый. Честно, я ем тюре каждый день, такое чувство. Я немного уже устал от тюре. Поэтому возьму его же снова. Так, что у нас тут набирают парки? Тюре. И со что? В куски какого-то сыра. Ага. А Дженочку не хочешь? Ни одну, ни одну. Угу. Это курица? Это банана. Банан. 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 Так, Денис взял себе риса. Вожу в гости. И немножко овощей. Денис будет кушать. Так, пока у нас человек в гости пустая тарелка. Так, ну я все определился. Я вижу, грибы есть. Грибы будешь есть. Да, и что-то там какое-то. Прикассе или что это, блядь. Боже, блядь, Ярик. О, да. По-самом деле здесь шведский стол, почти все есть. Мы все довольны. Мы все довольны едой. Мы не жалуемся. Тут и мясо, и не мясо, и овощи, и картошечка, и макарошки. Класс. На этом будем заканчивать наш влог. Спасибо, друзья, просмотр. Мы оставляемся кушать. После играем паблики, праки. И спать. До завтра. Завтра последняя игра в группе. Самое интересное впереди. Йоу. Магадан, я сегодня матч с OG. Проснулся. Как паблик сыграл. Что делал вообще? Какая сегодня очень плавно станет? Ну, я проснулся. Умер. Здравствуйте. Ну, он манч с OG, да. Что ты скажешь? Понял. Там есть лысый. Там есть лысый. Что скажем? Он лысый. Как вы делаете? Юр-эйджи Юр-эйджи, точно Ну... Линия сильная Улыли Честно, что? Да не, играю 2 Нормально? Ну, типа, там главное не проебаться Ну, главное, что, ну, стекли, не пожалуйста, 0 И все Ну, это согласно Чтоб там Витебр не вышел, типа, на Offense Бэтрайдер и там 10-0 Чтоб просто жопа там не подлыхало, пацан У нас получится А вы что скажете? А Денис Витер? Они точно не нубы После Фокманшес Экстрим Может нет Даже первую карту или вторую Они хорошо огрызают У них очень сильно радует, как у Виспера игра пойдет Как будто если вот его нет Он не тачит, но своих героев то все Сегодня, когда я пришел в комнату Я тоже сказал, что нужно смотреть какие-то планы И я спрашиваю Какой планы ты хочешь смотреть? Какой планы? Он спрашивает, что? Он спрашивает И это интересно, я думаю Он просто Он просто Он 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 С Он Он Мыш Стив Он Он them апексин ну и наша пятерочка любимая с любимыми девайсами x7 80 лет в мощке уже клавиатура не важно какая мышка важно что в голове правильно на какой коврик все ребята стартуют игру примерно минут через пять-семь а мы идем смотровую болеть за парней поддерживать сегодня важный матч нужно выходить группы со второго места чтобы было удобнее играть будущем давайте послать чуть-чуть под его вижу можем даже этого тимбера как-то напасть не мне хорошо мы можем еще можете в них да 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 я чуть покачиваю у меня есть я буду помогать я меру буду гриф мера дамся шарф я буду на тролля так я дошел чуть я его еще замедлил 20 секунд у меня ульт парни я поко их смотрите на тролля парни прошу я забил его дал привязку мне нужна помощь парень без ванна тролль найс парень тут чуть позиция парень ты как ты рядом с вами нахиксишь парень на третья тимбера 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 я буду помогать парень марси марси просто убить просто убить быстро и дальше не спеши макда с бакбана уже куча сейвов я могу хекс стану тебе первый я иду я попробуем не будет агрейвом у меня минута бай парня я отхиливаю базу я отхиливаю хп да я тут один дерусь я дал 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 парни лявках себе пока марси игрула я тролля хуячу я думаю зб я тебя беру отыскать я тут сам говни марсе у билrais 20 секунд у нас бэй У нас играть типа нечем, ну типа нету ни милишного саппорта, ни кей, ни флэйр не могут и они просто бегают и нас просто пиздят, хотя в лайн-стадии прошла более-менее чем нормально. Мне кажется, пиздец дорешало то, что Мира просто в бот побежал, у меня все экспусти и сделал. Тигра как будто должны были убить, ты сейчас получил, потом бы не сдох, когда телговали, ты что-то не поверил, когда удар в пак и сразу отходить от него. Там панга, панга ВР-ка нажали ТП. Но панга там долго летела, на самом деле, 2 секунды летела. Первый ВР-ка летела, ты бы просто вышел, плюс карта, разгрузил. Там инфа такая летела, что панга летит, панга летит, я подумал, что он летит, и я такой, ладно. Ты панга даже летел уже, нет? Да, ну я же не знал. После Т2 мы опять въебали драку, Мага опять побежал, просто влез, один умер там, и мы просто не смогли подраться. Короче, мы просто теряем позицию. Нет, мы выбираем драку, когда можем первые напасть, хорошо напасть, когда они нас рашут в Марсе, просто Даза убивает или он убивает. Ну так они и рашут, потому что они нападают. Я вышел, я вышел в этот герой. Парни? Да, я дал ему Блаторн. Он видит, 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 видит. Бля, не поставился. Надо Ярику помогать. Я еще ДК обилю. Я вижу. Можешь себя спрятать? Отдали. Парни, я ДК хуячу. У меня Еггес кончится скоро. Меня будет ебашить. Бля, ты уходи сам. Нормально, можешь вылететь еще. Бля, у меня сэнтри чуть-чуть не до спела поставится. Бля, на самом деле я просто не заметил, что у меня по КП хуярит. Ну, да. Да. У ДК смапать. Давай. Мы убили Брю. Мы убили Брю. Старк ульти я тут. Бреки. Не хилится, не хилится. Да мы тут. Попушим. Леггиф запорсим. Я спрячу еще на Грифе или УЗ просто. За топ-дамеджа. У нас тихуя урона. Да, да. Я буду ломать парня. Главное, Мага, ты не подставься. Я сломаю его иду. Копотом в топор не выйдем, этот запушим. Я буду помогать. Мага в салли. Мага в салли, если что, перекладывай. Да мне надо вместо гемо кому-то. У него боковая. Смотрите. Мага, я тебе дал шарт еще. У него нет ульти парня. Сларка просто. У него боковая парня. Я бы ультанул еще. Он шарт нажал. Смотрите. Пока выглядит. Сларк не можем драться. Можем драться? Да. Я не могу. Накануна убить. Нужно не верить. Я ультанул. Я ультанул. Панда еще умерет зеленый рил. Панда, байк давай мне. Панду, панду. Чей здесь панду? Миротай один. Я ускорил на всех. Панда, можем дальше пушить? Сейчас у меня чуть сыребней. Панда, текиса. Найс, найс. А, ну мы их видим. Давай, не смог. Я ломай. Вот сейчас да хорошую позицию. Текис по еще. Я пока не знаю. Сларк ультанул. Сларк ульт сел. Нихуя не может там. Я нажал ульт, парни. Смотрите, Сларка можем. Или Брю. Я Брю, 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 Брю. Давайте Брю. Он в шарде. Панда, я к нам прикинулся. Давай, давай, Брю, 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 Брю. Парни, Брю, Брю. Я пока, парни, течис, смотрите. Без бая, течис. Трифайтер. Он выпрыгнул пока. Парни, ДК 10. Надо пушить. Парни, я ломаю, я ломаю. Я ломаю, я ломаю Тран. Парни, пока хочу выиграть просто. Тихо, тихо. Талк умер. Я ДК спрячу, парни, буду трон ломать тоже. У меня еще Аегис. Я ломаю Тран. У меня еще Аегис. У меня еще Аегис. Застухи там, блин. У нас что-то есть вообще? Ебать, парни. Выбили их. Выбили их. Ебать, игра. Ну чего? А я чё? Ну чё? Чё я? Я ты чё? А кто? 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 Что в первой игре, что во второй игре мы не не дожали, просто ну в начале. Типа... Там просто на первых толпах можно уже настолько разъебать, чего уже не камбэк. Нет, мне кажется даже... Дело не в том, что у тебя есть окно первые два уровня, но не получилось. Один к нему ничего страшного. Потом стойкачайся, что дают. Там просто скорее был где-то закидом, когда Ярик в стол подходил с троллем. Что мне кажется, надо как-то подождать, пока Дэнвит пропушит к вам, побежит, и вы начинаете драться. То есть ты там попытался кого-то разъебать, они петнулись. Да, просто били ушел, и он еще далеко от него был. Потом Мира убили, и как-то получилось с него. Да. Там просто чуть терпения. Если мы там четвером поддазмом, уже другая музыка. Да, они еще играют. Типа... Просто... По мапе раскачивают. Это... И... Дэнвит Собань. Просто... Гораздо легче было играть, учитывая, что у них все были фейворит. Друзья, мы вернулись в практиц. Закончился матч с OG. Для вас сначала поговорим про этот матч, что не получалось у нас на первой карте. Почему? Как будто бы казалось, что драться у нас лучше на первой карте, но пострадала реализация, может быть. Что ты думаешь вообще? Я думаю, мы просто сыграли плохо. Плохо. Да, плохо все аспекты делали. Плохо позиционировались драки. Плохо коммуницировали. Плохо выбирали таргеты. Плохо дрались. Плохо контролили Рошана. В итоге мы отдали всех Рошана врагам. Из-за этого тяжело было получить преимущество. Плохо отставили линии, опять же. Совокупность факторов, так сказать. Мы были во всех факторах хуже, чем враги на первой карте. Но и они закономерно выиграли. А как удалось вернуться на второй карте? Благодаря чему? Просто за драфтой лучше? Ну, я думаю, мы тоже сыграли плохо во второй карте. У нас была намного лучше ситуация, намного лучше драфт. Мы сыграли вяло. Типа, не знаю, медленно. Мы могли вообще их выиграть за 15 минут. Потому что у нас был отличный старт. У нас был большой кунка, большой пуч, большая нага. У нас все было прекрасно. Прекрасно, но в итоге мы просто фокашили очень долгое время. Мы победили, потому что в какой-то момент мы проснулись. Но лично за себя могу сказать, что я сегодня ничего не поел. Я ел только с утра. Я только после офисалки поел. У меня вообще не было энергии. То есть это мой косяк. Из-за этого я плохо играл. Где-то там не договаривал вещи некоторые. Вот. Так что я думаю, вот так вот как-то мы сыграли вяло. У нас закончился групповый этап, как ты знаешь. Мы вышли с второго места. Что можешь сказать? Довольны ты результатом? Или ты мог лучше все сделать в этом плане как команда? Ну, я думаю, мы всегда можем сделать лучше. Ну, всегда можно сделать лучше. Я бы сказал, мы отдали первую карту Bad Boom очень глупо. Мы точно могли ее выиграть. Мы отдали Extreme Gaming тоже вторую карту. Глупо. Мы опять же могли ее выиграть. То есть мы где-то ошибались. Не знаю, с чем это связано. Возможно, просто как-то или лениво подходили. Не знаю. Не чувствовалось, короче, овер-мотивации. Полная дача у него. Да, да, да. Ну, это касается всех, типа, опять же. Вот. Из-за этого мы где-то отдали карты. Где-то вяло сыграли, зевали. Из-за этого пропускали плей вражеские. Ну, и, ну, враги здесь не ложки. Они пользуются этими ошибками и давят, и выигрывают. Нас, вот. Я думаю, мы могли вообще все карты выиграть. То есть я бы не сказал, что в какой-то карте у нас был прям очень плохой драфт. Я бы только мог отметить то, что в игре, где я на антимагии играл, там сложный драфт. Но, опять же, у меня была слишком хорошая игра. Я мог игру не отпустить, но в итоге мы все равно проиграли из-за моих ошибок. Короче, мы отдали много карт, которые были в наших руках. То есть я бы не сказал, что были карты вообще в этой групповой стадии, которые прям бесшансовочно нас выигрывали. Мы все время вроде вели, все время мы могли выиграть, но мы просто отдавали карты. Как будете исправляться работать над этим, то есть чтобы прийти в Тунус обратно? Какой у нас план? Отдохнуть. У нас будет перерыв, рефрешнем силы. И уже можно будет в плей-оффе выкладываться на полную. Постараемся не допускать ошибки. Ну, возможно, мы их допустим и проиграем. Такое тоже может быть, но... Что с этим поделать, так сказать? Начало сезона. Я считаю, что это нормально. Ну, короче, любая команда ошибается. Так что я не особо парюсь насчет того, что вот нам надо обязательно играть безошибочно. Все ошибаются каждый день в каждой игре, это нормально. Поэтому мы просто будем стараться играть на максимум, насколько это возможно, как и всегда. Сколько команды хотелось бы сыграть в первой игре в плей-оффе? Потому что пока еще неизвестно, с кем будем играть. Может, есть предпочтения какие-то? Я не знаю, мне все равно. Все равно всех выиграть, правильно? Ну, да. Ну, короче, я бы сказал так, что нам по силам любая команда, если мы сами будем играть хорошо. Могу сказать, что Xtreme играют очень интересно. То есть XenQ очень потный. Любая команда, я думаю, нам по силам. Главное самим почувствовать вот это вот все. Поиграть нормально. И думаю, выиграем. Супер, друзья! С вами был Илюша и Артист. Йо! Друзья, всем привет! У нас сегодня выходной. Девятое число. Игр нету. И мы приехали с Ярославом, с Дмитрием Корманом, с Усланом. Пустыню. У-хо! У-хо! Субтитры сделал DimaTorzok Птица, пчела птицы. Он сейчас себя будет разводить специально. Тебе было весело очень? Да, мне понравилось. Реально? Можно круче. На самом деле очень круто. Если бы еще можно было... Ты за этого человек, который нас не поведет, ты по самим, знаешь, по склонам... Но ты мог украсть просто тогда. Сотку вдавис там. Просто улетели бы. Прыжки бы делали там. Трюки. Тебе, Русь, как? Мне вообще пушка понравилась. Понравилось? Сначала было чуть-чуть страшно, потом уже особенно под конец. Кайт прям. Ну вот то же самое. Ну мы с матом с тобой влетели там. Были прыжки, чтобы перевернуться, да. Песочек, один раз было. Мы въехали просто. Реально. Давай там ехали, я в поворотник писала, я съезжала вниз туда просто. Я совсем забыл. Но было прикольно. Наелся песка? Ну да, глаза тоже. Но ничего, оттолстал. Ну что, друзья, это небольшая вставочка вам с пустыни. Вот мы с Вяриком покатались. Все решили успешку сейчас. Да, да. Скоро мы с Русланом тоже покатались. В принципе, все кайфанули. Было круто. Да, но мало. Но мало. Не хватило немножко. Не хотел драйва. А адреналинчика вот этого вот. Не знаю, как объяснить. То есть, какого-то вот свободы. Свободы не хватило. И упали ни разу там. Не знаю. Не прыгнули там. В свободном падении. Не прыгали там. Не полетали вот этого. В общем, да. Ехали чисто за инструктором. Скажем так. А он, ну, человек такой. За безопасность. Ну, только это правильно. Да. Жизнь даже рука. Его не осуждаю, конечно. Ну, осуждаю. Тебе не понравилось, да, Диман? Ну, первые две минуты было прикольно, а потом просто скучно. Просто катался за человечек фута. Да мне понравилось. Я даже сел за рульчик там немножко поводил. Обогнать. Да, да. Разочек-разочек попробовал, но не получилось. Вы что-то прям втопили. Ладно, друзья. Возвращаемся в отель. Сегодня у парней выходной день. Враков пабликов не будет. Сегодня парни перегружаются. А завтра у Денчика 1x1. Ну, готовить как-то вообще. Нам сказали, что вся команда может присутствовать, когда он будет играть. Ну, там на время драфтов. Будем ему там пот вытирать. Массажек между винами, между катками. Как в боксе. Между раундами. Будем сразу готовить к следующей игре. Я ладу его тренером лично. Ты думаешь, он выиграет? Конечно. Какой у него самый сильный оппонент? Как думаешь? Оппонент не знаю, но вот его сильнейшая сторона это. Стрессоустойчивый. Все, друзья. Перемещаемся туда в завтрашний день. К Денчику. 1x1 турнир. Мы нахер будем. Звук в клубе. Мы нахер будем их ныть. Попробуем нахер.